20 минут о красивой жизни, знаковых событиях и интересных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Когда люди разных поколений собираются вместе и готовятся к празднику, это называется традицией. А как в наши дни соблюдают традиции приготовления к светлому празднику Пасхи, смотрите в нашем сюжете. Есть праздники, при упоминании которых обязательно хочется добавить семейные и традиционные. Объединяет и сближает родных людей, в том числе и продолжительные приготовления, то, что мы обычно называем приятные хлопоты. Накануне Пасхи это великолепное событие, которое поможет дома подготовиться и провести с максимальным удовольствием для семьи и, наверное, с правильным посылом такое событие – Пасху. К сожалению, культура семейных праздников уходит, мы забываем наши обычаи и традиции. И если мы сейчас не передадим нашему молодому поколению, то они уйдут в камни вообще в рта. Поэтому хочется, чтобы сохранилось все это, потому что народные праздники именно объединяли всех людей, сохраняли семейные ценности, преемственность поколения, то, чего сейчас, к сожалению, не хватает. И люди были добрее, отзывчивее. Сегодня, как и в старину, ни один праздник не обходится без песен. Эту ответственную миссию взял на себя наш знаменитый женский хор – коллектив под управлением Эльвины Лорец. Открывает нашу программу вокальный цикл, и в этом вокальном цикле принимает участие один из самых известных творческих коллективов – это хор ветеранов Центрального района. Великолепнейший художественный руководитель этого хора – Лорец Эльвина Рейнгольдовна. Хор интересен тем, что поют они акапельно, но при этом это такое дивное многоголосие, которое где-то как-то сродни церковному хоровому искусству. Волоков и черни Христиан зовет, завтра воскресенье, отдых от работ. Сегодня мы поем, это наша разработка и наше предложение. Пасха – семейные традиции празднования. Тут будут и песни на духовные темы, именно несколько произведений будут относиться к жанрам детской музыки, старинной музыки. И кроме этого будут игры, именно вот традиции, когда семья возвращалась из храма после службы, что происходило дома. Когда-то нам было это очень интересно, и мы восстановили. Небо наполняется тучами слез, нынче распинается Иисус Христос. С хором ветеранов, которые принимают участие в этом проекте, у нас связано очень много личного. На самом деле я очень люблю этот коллектив, потому что его посещал мой папа. Мой папа, который был героем Великой Отечественной войны. К сожалению, он ушел из жизни сейчас. А хором ветеранов я продолжаю пекать, любить, заботиться о них. Пытаюсь для них делать какие-то, ну, в силу своих возможностей, какие-то праздники. Наши сегодняшние такой очень нелегкой жизни, наверное, для всех. Чтобы поближе познакомиться с праздничной атрибутикой, участники проекта собственноручно создали традиционные пасхальные украшения. Освоить технику росписи яиц и оформление цветов помогли приглашенные профессионалы. Кроме этого, у нас партнеры два клуба творческих. Это клуб мастериц Уральских «Берегиня» из Центрального района и клуб уральских мастериц «Рябинушка» из Курчатовского района. Они с удовольствием согласились показать свои мастер-классы и показать свою продукцию, чем они вообще занимаются на клубах. Ну и, конечно, они расскажут об этом. Сегодня я хочу поблагодарить. Я очень рада, что меня окружают такие люди, которым тоже небезразлично. Ну, какие-то душевные человеческие качества. Поэтому меня сегодня поддержал Игорь Линьев, который провел для детишек и их родителей красивый и интересный мастер-класс по флористике. Меня поддержала Олеся, которая напекла кучу чудесных пряников и превратила это в целое представление. Дети с удовольствием их раскрашивали, расписывали праздник Пасхи. Мы подготовили пасхальную голубку. Благодаря детям у нас эта пасхальная голубка получит свое оперение, потому что это ладошки дружбы и посыл наверх, что можно исполнить перед Пасхой. И, конечно, интересный мастер-класс по изготовлению декоративного пасхального яйца. Тепло, душевно и во всех смыслах красиво прошел этот вечер в библиотеке имени Пушкина. После такой подготовки праздник в семейном кругу наполнится новыми смыслами и знаниями традиций. Посмотрите Beauty Time. Продолжаем выпуск. Омоложение кожи было, есть и будет достаточно востребованной процедурой всегда. Поэтому современная косметология предлагает большое количество комплексных программ. Все они направлены на лифтинг, улучшение качества кожи и ее цвета. Однако, каждая процедура должна подбираться индивидуально, чтобы добиться максимальной эффективности и не тратить зря время и деньги. Составить правильно программу омоложения помогает ДНК-тест. Генетические тесты помогают нам определиться с тактикой. Либо это аппаратные процедуры будут, либо это инъекционные процедуры. Окажут ли они должный эффект? Увидит ли пациент после данной процедуры выраженный эффект лифтинга? Либо он, наоборот, покажет отрицательные результаты? Основные виды косметологии – это классическая, уходовая, инъекционная и аппаратная. К последним относится игольчатый RF-лифтинг. Многие аппараты появляются у нас, уже зарекомендовав себя на Западе. Говорят, что это уникальная косметологическая платформа, популярная у голливудских звезд. Принципиальное отличие игольчатого RF-лифтинга от обыкновенного RF-лифтинга в том, что электроды располагаются, в отличие от RF-лифтинга биполярного, на коже. А игольчатые RF-лифтинга, наши электроды располагаются внутри кожи. Соответственно, мы достигаем сокращения кожного лоскута и за счет этого выраженный эффект лифтинга. Основное действие игольчатого RF-лифтинга достигается при помощи специальной насадки. Если посмотреть поближе на данную насадку, мы видим очень множество мелких иголочек на определенном расстоянии расположенных. Когда я погружаю эти иглы в кожу на определенном расстоянии, на определенной глубине и на определенных настройках энергии, получаем травму, микротравму на заданной глубине. И вот там, где эта травма произошла, фактически выпарилась ткань, получается усадка ткани. Ткань пытается защититься и сократиться. То есть за счет этого мы получаем выраженный эффект лифтинга. Игольчатый RF-лифтинг, его показания – это тоничная вялая кожа, снижение упругости кожи, деформационный эпитоз, следы постакне и рубцы. Реабилитационный период после процедуры составляет от 3 до 7 дней. Результат можно заметить через месяц после проведения. Эту процедуру в обязательном порядке мы совмещаем с биоревитализацией определенными препаратами. Для чего? Для того, чтобы увлажнить кожу, подготовить ее к более быстрой реабилитации и заживлению. После процедуры мы рекомендуем всем пациентам через 10 дней прийти к нам на повторную процедуру введения гиалуроновой кислоты, то есть биоревитализанта, дабы улучшить процесс заживления и процесс лифтинга. Процедура игольчатого RF-лифтинга достаточно универсальна. Ее можно делать с 20 лет для поддержания тонуса кожи и избавления рубцов постакне и уже в зрелом возрасте для потяжки овала лица и борьбы с морщинами. В любом случае, косметологи рекомендуют комплексный индивидуальный подход, поэтому все программы для лица и тела подбираются персонально. Косметологическая клиника «Медиор». Аппаратная и инъекционная косметология. Инновационные процедуры омоложения на аппарате «Инмод» для лица и тела. Заметный эффект возможен уже после первой процедуры. Горького 16-244-00. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов «Априори». Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Это «Блюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Свежо, интеллектуально, легко и вместе с тем содержательно. Беспринципные чтения собрали очень разную публику. От поклонников современной литературы до просто поклонников нового, ну или хорошо забытого жанра. Вообще мы с Татьяной были в гостях на трехлетие беспринципных чтений в Москве в ноябре. Поэтому мы слышали всех резидентов и артистов, которые в рамках проекта «Беспринципные чтения» выступают. Вообще сам проект очень крутой, когда литература выходит на сцену. Она не становится чем-то таким интимным, как раньше, когда мы один на один оставались с книгой. Нет, это тоже очень важно и очень хорошо. Но в таком формате, когда на одну и ту же историю несколько десятков людей могут переживать одну и ту же эмоцию, на мой взгляд, это очень сильно. Я очень люблю классику, но это не значит, что мы не должны быть в современном контексте. Обязательно нужно знать и то, что происходит в литературе сейчас. Потому что она изменяется, появляются новые формы, новые лица. Я периодически хожу на «Беспринципные чтения». Вот на тех, на ком я был, они с душой читают. И в некоторые моменты прям цепляют и заставляют переживать. Сегодня это такой вечер, когда каждый может побыть и услышать самого себя. И, наверное, это и есть про ощущение жизни, когда ты чувствуешь себя и понимаешь то, что тебе важно, а не то, что навязывает вокруг окружающая действительность. Основатель проекта «Беспринципных чтений» Александр Цыпкин был в Челябинске минувшей осенью. На этот раз город встречал еще двух популярных авторов – редактора журнала «Максим» Александра Маленкова и лауреата премии «Русский букер» Александра Снегирева. Среди читателей, среди вас, друзья мои, наверняка, есть педанты, интересующиеся судьбой Муравьева. Скажу честно, мне их судьба неизвестна. С целью пресечения распространения их по квартире я проскал камбок еда и дымгаза, и больше по нему никто не ползал. Читаю. Чувство гордости способствует выработке дофамина и серотонина. Это уже интереснее. Чем, я думаю, погордиться для разминки? Жизнь моя, как бы это сказать, не самый подходящий материал для гордости. То есть, для чего другого может изгодиться? Ребенка напугать? Врача заинтересовать? Для гордости не очень. На мой взгляд, например, литература – это не книги. Не то, что не столько книг, а вообще это не книги. Это скорее такая стихия, которая находит в себе обличие под стать эпохи. И сегодня у литературы очень много обличий. Это и блоги, и я, например, считаю, что и компьютерные игры. Там очень серьезная литературная составляющая. Уже даже не обязательно текст. Не обязательно текст, но, строго говоря, stories в Инстаграме, если они сделаны интересны и осмысленны, то там три слова комментария к короткому 15-секундному видео вполне могут конкурировать с японскими стихотворениями. Но если там есть какой-то смысл, что нечасто бывает, но, тем не менее, жанр подталкивает нас к вполне себе работе поэта такого, когда мы stories заливаем. Другое дело, 99% людей, которые это делают, наверное, не думают об этом. В наше это время, в 21 веке, писаный текст на бумаге, который живет больше, чем 5 минут, это прямо удивительно, потому что у меня до того, как мы начали делать эти литературные чтения, было ощущение, что есть вот сегодняшние тексты, которые там не сильно отличаются от сообщений в WhatsApp, это в соцсетях, это газеты, это информационные, сейчас же время такое информационное больше, текстов. Вот они живут там, как бабочка, один день. Либо это сразу уже там какие-то столпы, типа там Акунина, вот массовая, большая литература, Окей, Пелевина и Сорокина. А между ними очень трудно куда-то, там почти нет ни потребности, ни предложения туда воткнуться. И я уж точно не претендовал, работая журналистом в журнале, Окей, твой текст живет, может, не день, а месяц, пока номер продается. И вдруг оказалось, что эти тексты, которые ты все равно очень стараешься, когда пишешь, там, на день они или на месяц, имеют некую ценность, достаточную для того, чтобы быть повторенными со сцены. И это кому-то нравится. Это, в общем, огромное, я считаю, даже для самих текстов событие, что они еще способны на это, что тексты могут привлекать людей, слух ли они прочитаны, или с листа, что они нужны, что все-таки не все еще ушло в картинку. И тут она говорит, подсади-ка меня, и, о боже, да, залезает на барную стойку и начинает танцевать. Моя девушка танцует на барной стойке. Класс! Все видите? Это моя девушка танцует, а это я ее парень. Интересно, все понимают, что я парень такой крутой девушки. Приятен мой стал плохо спать, и ускорилось, что мать сливает в ведро не только по морю и сэрку, но и собирает по соседям. От мысли, что в компост идут не одни объедки, но и, что похоже, приятен просыпался в лодку. Ван Ду. Все, все, все на практике. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сегодня мы представляем восемь комплектов, которые объединяет один предмет джинсы кораллового оттенка. Более строго и сложной эта яркая модель выглядит в сочетании с жакетом. Чуть понизит градус серьезности бомбер на молнии. Торжественным и экстравагантным сделает образ блуза с валанами и удлиненный жакет в белый горох. Та же белая блуза, но со спортивными элементами придает совсем другой характер. Теперь переходим к неформальному стилю. За это в гардеробе отвечают футболки. И, пожалуй, совсем скромная подача яркого предмета это сочетание с серым топом и укороченной курткой-косухой. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Салоны «Польская одежда». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-43-63. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Сауна «Карибы». Большой бассейн. Турецкая и финская парная. Постоянные скидки и акции. Именинникам подарки. Улица Северная, 52, дробь 2. Телефон 211-09-90. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Все сюжеты «Бьюти Тайм» доступны на нашем YouTube-канале. А также смотрите нас в Инстаграме и ВКонтакте. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее пощеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!